Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня хотел бы прослужить на тему здоровья. И тема этого видео будет поиски здоровья. Конечно же, здоровье начинают искать тогда и те, кто это здоровье начинает терять. У кого оно ухудшается, слабеет, у кого всплывают определенные проблемы. И, естественно, желание быть здоровым, оно присуще всем людям. И здоровье, оно делится как на духовное, так и на физическое. Поэтому болезни бывают духовного порядка и причины, и физической причины, и порядка. Заболеваний очень много. Они атакуют человека, и сам человек впускает эти болезни через свои открытые двери духовные, а также физические определенные слабости. Организм человека, его разум, его сердце, оно похоже на крепость, который периодически осаждает враг и хочет захватить и разрушить это сердце, этот оплод, этот город, эту крепость. И поэтому забота о здоровье, она должна иметь постоянный характер, а не временный. Нельзя заниматься здоровьем только тогда, когда оно ухудшилось. Надо проявлять заботу о здоровье постоянно, и надо развиваться в этом, надо узнавать об этом. И хорошо, когда родители сами ведут здоровый образ жизни, ищут здоровья духовного и физического, и этому же учат своих детей с раннего детского возраста. И тогда эти дети, они начинают в чем-то укрепляться, а в чем-то они начинают сами развиваться и преуспевать. Один из известных философов древности говорил, что к 40 годам человеку необходимо стать себе врачом, иначе он становится глупым. И перефразируя это высказывание, можно говорить о том, что человеку необходимо постоянно искать причины и следствия как улучшения здоровья, так и ухудшения здоровья и пребывания в здоровом состоянии. И на плаву, если взять интернет, книги, средства массовой информации, они говорят о многом хорошем, но они вводят человека и в заблуждение, потому что если нету целого, то что-то одно из этого целого может разрушить все остальное. Это как здание, в котором начинает разрушаться, давать трещины, фундамент или крыша, и оно может протекать или даже полностью обвалиться в результате смены времен года и времени, которое оказывает на это здание свой разрушающий эффект. И поэтому, если взять только одно из многого целого, скажем, питания, или сон, или фитнес, то этого недостаточно для того, чтобы человек был здоровым. Потому что в духовном мире такие состояния человека, как гнев, зависть, переживания, страхи, беспокойства, стрессы, они даже, когда человек правильно питается, ходит в фитнес-зал, они начинают постепенно порабощать и разрушать человека, и незаметно могут подкрадываться одна или несколько заболеваний. И поэтому важно понимать о том, что человеку необходимо изучать самого себя, свои слабые стороны. И если вера его в духовный мир, слова, или вера в духовном мире опирается на врага, а не на живого Бога, коим является Иисус Христос, естественно, болезни они могут также приходить вопреки его желаниям. И Бог, Он любит свое творение, Он любит каждого человека, но Он не может навязывать человеку свою волю, и поэтому Он ждет и ожидает от человека того, чтобы человек повернулся к Богу и лицом, и сердцем, и душою, и стал искать Бога, стал не просто искать Бога, а стал Его востребовать, стал Бога допускать в свою жизнь, считаться с Божьей волей в своей жизни, и тогда Бог обязательно начинает проявлять к Нему милость, и Он приходит в жизнь человека для того, чтобы спасти его, для того, чтобы исцелить его, для того, чтобы восстановить его, для того, чтобы утешить его. А все мы, люди живые, все абсолютно нуждаемся во всем этом со стороны Бога, во всем этом мы нуждаемся. Поэтому, возвращаясь к здоровью, очень важно узнавать о причинах тех или иных немощей и проявлять усердие и усилия. И сегодня очень много говорится о таких направлениях оздоровления, как, скажем, голодание, но это трудный процесс, и поэтому многие люди хотят исключить голодание из своей жизни и какими-то другими способами, скажем, да, возвращать свое утерянное или пошатнувшееся здоровье. Но путь к здоровью – это труд. И этот труд индивидуальный, личный, свой, нельзя перекладывать на других людей. Никто за человека не сможет кушать, спать, работать, любить. Никто не сможет исправлять самого себя, если там сам человек не захочет, если он не примет это решение. И поэтому, с одной стороны, это трудно, с другой стороны, это просто необходимо, чтобы человек не надеялся ни на врачей, ни на массажистов, ни на служителей в церкви. Они помогут молитвами, помогут проявить, скажем так, желание помочь, выписать определенные медикаменты или утешить слово. Но человек должен принять решение. Он должен потратить усилия, как духовные, так и физические, для того, чтобы выйти из этого плохого места в более лучшее. И тогда произойдет и исцеление, и здоровье, оно начнет возвращаться к человеку. Но даже тогда, когда человек ищет Бога, в духовном мире молится, постится, ищет в физическом мире такие оздоровительные мероприятия, как правильное питание, хороший сон, правильная работа, хорошие отношения дружеские с другими людьми, но даже тогда иногда приходят немощи и болезни, и они приходят неожиданно для человека, потому что не все зависит от самого человека. Не все. И даже знаменитая книга Иова, когда Бог допустил праведнику потери материального, потери семьи, здоровья, и эта книга очень четко и ясно учит нас о том, что многого человек не знает, но поиски здоровья от этого не должны слабеть, и человеку необходимо проявлять усердие в вопросах регулярного поиска здоровья в любом возрасте. Конечно же, процессы старения остановить никогда и никому не ударься. Это не предусмотрено в мире все живое, оно рано или поздно уходит в мир и в этом заключается определенный смысл в том числе. Смысл, который людям непонятен, смысл, который страшит многих людей, но тем не менее душа, она вечно и искать вечности необходимо начинать не только тогда, когда уже тело уходит, погибает, а искать эту вечность надо до того, когда еще человек находится в своем теле. И это видео посвящено поискам здоровья. И эти поиски, они бывают разнообразными, но тогда, когда человек не прикладывает усилий для того, чтобы изменить обстоятельства в своей жизни, сделать их такими, какими ожидает от нас Бог, какие должны быть лучшими для человека, то это называется перекладывание своих тяжестей на плечи других людей и облегчение что-то для себя и утяжеление жизни для кого-то. Но таким образом восстановление здоровья не происходит. Поэтому цель этого небольшого видео в том, чтобы мы шире, шире узнавали проблемы ухудшения здоровья человека и задумывались над этими вопросами, такими, как духовные вопросы, взаимоотношения с природой, с животными, с людьми, с самим собой, с Богом, с врагом. А также мы искали в физическом мире простоты. Как можно ближе человек должен жить с природой, а не наоборот отдаляться от нее. И это все и в питании, и в работе, и в мышлении, и в образе жизни. Желаю вам Божьей милости и благодати, а также поассуждайте на тему поиски здоровья. Всего вам хорошего. Божьей милости и